Сегодня гость нашей студии Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ. Добрый вечер, Владимир Леонидович. Добрый вечер. Украинский центр избирком нашел повод для пересчета части голосов. И что теперь похоже, что инаугурация нового президента не состоится в срок? Я думаю, что судя по тому, сколько они взяли для пересчета, они успеют в те сроки, скорее всего, которые положены. Ну, то есть до 17-го числа, все-таки, я так слышал, они надеются объявить официальные результаты. Так что, конечно, команда Тимошенко сейчас пытается все это затормозить, куда-то отодвинуть. Но обратите внимание, уже не только президент Обама поздравил Януковича, но даже и президента Саакашвили. Ну, так что, мне кажется, Юлию Владимировну ждеваться некуда. То есть вы считаете, что вряд ли возможно новые Майданы, третий тур, вмешательство Ющенко какое-то? Да нет, ну, новые Майданы возникают на следующий день, а не через неделю. Ну, естественно, тем более погода, да и деятельность мэра Черновецкого, который не убирает снег в Киеве, но совершенно не способствует майданному настроению. А женщина с косой, она ведь не уйдет просто так? Она и не уйдет. Даже при самых, что называется, благоприятных условиях, уж по крайней мере ближайшие три месяца, она будет в том или ином качестве, или в качестве премьер-министра, или исполняющего обязанности премьер-министра находиться у власти. Поэтому мы видим, что вот она после затянувшегося молчания вышла и, как ни в чем не бывало, начала решать хозяйственные вопросы на заседании правительства. Тем не менее, партия регионов пытается уже создавать новые коалиции, потому что без коалиции не удастся, видимо, уволить правительство, а там реальные сложности могут возникнуть. Да, безусловно, потому что если просто, что называется, отправить в отставку правительство Тимошенко, оно просто перейдет, я уже сказал, из качества правительства в состояние его правительства, но от этого, по сути, ничего не изменится. Для того, чтобы назначить новое правительство, надо создать новую коалицию. А коалиция, я подчеркну, чтобы было понятно, по ныне действующему закону Украины не может формироваться из отдельных депутатов. Она должна формироваться только из фракций, только из фракций партий, представленных в парламенте. И, следовательно, никакие, например, индивидуальные перебежчики от Тимошенко здесь не годятся. То есть, здесь нужно создавать коалицию, причем коалиция, которая как бы лежит на поверхности коммунистов, партия регионов, блок Литвина. У них недостаточно голосов без... С нашей Украиной вряд ли они будут в коалицию входить, в партии регионов. Не исключено. Не исключено? Не исключено. Здесь вот как бы есть определенная развилка. Если все-таки партия регионов решит идти на досрочные выборы, она выдвинет, ну, например, Николая Ивановича Азарова. Очень сложно будет тогда сформировать коалицию. А коль скоро не формируется коалиция в течение 30 дней, то тогда президент имеет право распустить Верховный Радок и зазначить выборы. Есть другой вариант... Это уже новый президент, соответственно. Это новый президент, да. Есть другой вариант. Есть вариант, действительно, некого коалиционного соглашения. Ну, например, нафигури Тегибко или Яценюка. Или кого-то, который не вызывает такого отторжения среди нашей Украины. Ну, например, в нашей Украине там слухи проходят, что Иханов, возможно, возвращение, да. То есть, возможны варианты. И вот какую примет стратегию команда Януковича выяснится в ближайшие дни. Но, в принципе, все должно происходить достаточно спокойно, судя по тому, что Майданов не произошло и не происходит. Вы знаете, с одной стороны, достаточно спокойно, но уже результаты голосования, результаты выборов, небольшое превышение одного, результатов одного кандидата на другим, говорит, что в итоге как бы точка. А все ждали, ну вот, наконец, поставим точку и застабилизируется как-то ситуация на Украине. А сейчас в условиях кризиса в Украине это жизненно необходимо. Вот, к сожалению, точка не ставится. Получается некое многоточие и продолжение такой увлекательной политической борьбы, но которая приводит к политической нестабильности. Политические разногласия постоянно делят Украину практически пополам. Как вы думаете, в перспективе, может быть, в далекой перспективе страна может развалиться? В далекой перспективе, все может быть, да? Мы не могли себе представить, что Советский Союз развалился. Дело не в этом. Если подталкивать ее к этому, если использовать для политиканства, для, так сказать, продвижения своих, так сказать, националистических идей, как делал Ющенко, использовать вот это, будем прямо говорить, достаточно естественное разделение страны. В конце концов, Канада живет с французами и англичанами, да? Но для этого надо учитывать интересы всего населения, а не одной его части. И вот главная задача для будущего президента – начать это делать. Пока что Ющенко, да и в определенной степени Кучма, несмотря на то, что он сам с Востока, из Днепропетровска, учитывали интересы в основном Запада и Центра Украины. Вот сейчас найти возможность все-таки учитывать интересы как Запада и Центра, так и Юго-Востока, который этого заждался. Большое спасибо, Владимир Леонидович. О ситуации на Украине мы говорили с гостем нашей студии Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран.